так парни хочу сделать видеообзор фредлайнера купленный у сергея сергея это будет самый реальный 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 отзыв о покупке машины смотрите вот он фредлайнер купил у него неделю назад смотрите вот он вот такой вот фред собрал 50 отзывов своих хвастается вот вот она реальная машина которая купила его вот смотрите нашел тут не герой мой отзыв самый главный отзыв на свете вот так вот смотрите так чего хотел сказать вот хочу показать самый вот он автомобиль смотрите дверь даже взяли даже дверь не закрутили мне смотрите как мне до двери мне ехать вообще не могу понять вообще ну как вот смотрите дверь откручена блин как меня не ехать уехать сегодня во владивосток загрузиться а тут дверь даже не закручена вообще неделю назад машину забрал полторы недели назад мне сосед подходит говорит давай говорит ты помнишь когда раньше деревянного дома были у вас игру ну помню стекла мы забивали дома пленкой давай как пленка типа забил вместо двери и поедешь я говорю ты чё сосед ну как так можно ты что прикалываешься что ли ну как пленка вдруг для гаисники тормозных как через пленку выдавать права с категории а я вообще не могу понять вот смотрите потом смотрите дальше идем все честный правильный отзыв это самая правда то есть друзья мы все самое что есть самое самое самый самый честный обзор смотрите лобовые вот как вы снимете лобовые лобовые не приклеено чего не сделано сосед мне говорит послушай говорит давай говорит как дверь пленка забей и едь в рейс я говорю сосед году ты правильно ты грамотный парень всю жизнь дальнобойщик ну были на стекла как пленка забить вообще не получается я вообще не могу понять сосед все это у меня последнее время очень грамотно но такие вещи мне подсказывают что что-то как-то сомневаюсь а так он очень умный смотрите заходим в салон так видите даже сиденья нету на чем не сидеть я не могу как я буду ехать во владивосток смотрите вот изнутри а он тут показывает свои салоны там нашелся мне мастер так серьезнее вот где сиденье мне где сидеть сосед мне говорит послушай помнишь раньше когда вы газа не было печку дровами топили и гулем я говорю ты чё хочешь сказать что мне на пенёк что ли садится взять пойти отпилить пенёк на пеньке ехать во владивосток вот нет еще сверху на пенёк угля подсыпь мелкого говорит и едь я говорю не за все что ты говорю не то говоришь так не получится конечно очень умный грамотный сосед у меня но лучше лучше сейчас пока его не слушать так понимаю смотрите вот дует со всех щелей смотрите как на них от в рейс вообще не могу понять мне же если сейчас буду так ехать у меня же губы обветрятся губы будут красные по потрескнуть еще дальше мне делать вдруг моя вторая половина скажите губы потресканы что делать хотя еще с полу второй половины не определился но то ладно это уже мое личное так смотрите вот еще хотел показать вам салон смотрите спалка говорят однокомнатная квартира а где нижняя спалка вообще не где мне спать вообще не чудо по накидано что вообще непонятно что творится вообще вот что делать как мне таких вот вам реальный реальный отзыв еще раз повторюсь за самый реальный отзыв который есть сама на свете купленная машина полторы недели назад смотрите вот так не ехать правая дверь та же самая ну пронка забьем сосед сказал пленка у него есть там через речки забьем сделаем так смотрите в общем хочу дым приду заведу машину приходить завести машину приду пошел у него даже нету замка зажигания представьте куда мне ключ засовывать я так люблю ключи вставлять и крутить их а а их нету представьте некуда ключ крутить идем дальше я сейчас и сделаю репутацию он будет знать а то нашел там блин 50 отзывов на врага же заплатил по миллион долларов чтобы они отзывы оставили так смотрите вот рычаг где ручка я так люблю механику вообще вместо рычага трава растет смотрите вместо рычага трава растет поэтому я так люблю механику знаете особенно когда механику используешь как автомат берешь садишься груженый 50 тонн выжимаешь сцепление 10 включаешь с места и бросаешь сцепление на 10 всегда на 10 и как автоматы его используешь то есть едешь газуешь тормозишь горы него все на 10 вот а механику люблю использовать как автомат я люблю общий кочургу она очень классная так смотрите ладно кричуга то думаю на какой-то бревно посидан по соседовской схеме пойдем как его не бревно воткну в общем ладно ручка то разберемся смотрите думаю ладно замка зажигания нету попробовать реле может быть заведу эту машину представьте выхожу с машины и вот смотрите самое главное самое главное здесь нет двигателя я в шоке просто как без двигателя мне ехать он наверное это двигатель поставил на какую-нибудь вольву без гарантии и договорилась наверное такая поэтому мотору что он туда не лезет так как у хозяина вольвы нету денег если мотор будет плохой пример он его заплатит и он сделает только в том случае изначально колец отказался делать мотор наверное так это говорит мотор ну то ладно это с ним бог с ним там мне как ехать этим мотором продала наверное мотор этот без гарантии без ничего просто на установку вообще думал что делать где передние колеса блин вообще где капот я в шоке поймите я просто вот она смотрите вот как мне это машина работать и вообще в шоке передние колеса где где балка передняя у наверно эту балку приготовил наверное на 8 января человеку после гарантии бесплатно поменять пошел навстречу а человек сам не приехал вместо одной клиновой балки хотел поставить двухклиновую бесплатно причем после гарантии он пошел навстречу ну это ладно то бог с ним ничего страшного идем дальше так вот блин послушал я эти отзывы людей бред сергей сергей вроде такой честный показывает себя вот такой самый честный хороший вот вот реально смотрите что как мне на них смотрите говорил мне сосед соседа бабушки внука племянника одноклассник говорил мне моего соседа еще раз повторюсь моего соседа бабушки внука племянника одноклассник который учился теперь из 1 по 2 класс говорит не связывайте сергея я говорю слышишь ты чё несешь он там продает их очень много очень а ты тут мне говоришь не бери как как не брать вот взял не послушал я своего соседа бабушки внуки племянника одноклассника который численно с 1 по 2 класс не послушал хотя вот такой грамм этот человек который мне говорил не бери он вообще мозг честно он вообще потому что знаете почему он очень умный вот этого моего соседа бабушки внука племянника одноклассника одноклассник потому что этот человек он занимается скотиной занимается скотиной вот кто занимается скотиной как правило ну там крупным рогатым скотом коровами там они очень умные очень знаете почему потому что эти люди которые скотиной занимаются они очень близки к американским тягачам очень вот смотрите ведь американские тягачи как мне он рассказывал инженеры когда делали эту машину американский тягач они его привели корову смотрели на корову и на основании как бы этой коровы делали углубая вот этот фредлайнер и вот смотрите в чем сходство то есть смотрите вот примеру на корову так смотри вот примеру коровы есть нос заправе и у фредлайнера есть нос тоже он насад и получается примеру коровы есть два глаза и вот пожалуйста на фраза не это уже два глаза видите пополам разделены то есть не стекло побрали примерно скорого где два глаза видите смотрите у коровы есть хвост правильно есть хвост и у фредлайнер из брызговики у коровы круглая в имя правильно и и у фредлайнера круглые баки то есть они все скоро вы поймите то есть они все взяли все с коровы у коровы есть уши и у фредлайнера есть зеркала то есть как в уши то в общем корова копия фредлайнер и кто в коровах реально в скоте разбирается они очень сильны в американцах прям очень вот допустим смотрите вот взять пример вас фредлайнер троит пример да подходите кто скотина занимается коровами прям прям кран к не подходите спрашиваете почему с названием трои и который скотина занимается человек он говорит вот смотрите так у коровы и когда недомогание а то корова и недомогание что надо корове корове надо поесть правильно правильно значит если френдлайнер троит значит френдлайнер тоже надо поесть а френдлайнер питается чем соляркой значит нужно залить солярку смотрите примерно на вашей машине надуваются патрубки на двигатель раздувают патрубки вы приходите человек который занимается скотиной не к мотористу кто занимается скотиной и получается вопрос у меня на моторе патрубки раздувает что может быть и начинает думать ага если у коровы кручить живот раздувается живот но что означает у коровы у коровы газики значит у френдлайнера то же самое если раздувает патрубки значит у него газики как это излечить нужно это уже к ветеринару вот так скажем сходство бешеного коровы и у американских грузовиков так что вот так вот то есть вообще просто игре очень сильно в американцев скотина занимается вообще прям их надо слушать всем неважно дальнобойщик ты кто всем надо слушать их людей которые занимаются скотиной вот так вот вот такой вот френдлайнер в общем смотрите неделю полторы назад куплен у сергея вот так вот состояние вот это часа мой честный обзор самый смотрите сейчас я наверно этот канал этот видео сниму но меня наверно плохо знают потому что у меня канал не раскрученный есть такие каналы называются каналы проститутки я им же отправлю это видео эти каналы опубликуют у себя это видео каналы опубликуют и все будут знать про сергея какие он продает машины и что с ними бывает смотрите вот где правое сиденье вдруг захочу допустим взять корову собой подружку хочу взять какой-то были друга из-за я с полом не определился некуда сажать в нее ну в общем я отправлю это видео каналу проститутки туда всем можно называется вот такие каналы есть много таких каналов и он опубликует у себя и пойдем мы это все выложим ему испортим его репутацию а тут дорожит на своей репутации нашелся тут мне герой 50 отзывов там собрал не знаю все показано типа свои ремонты все это ролики его фигня вот смотрите вот как мне ехать вот она машина как где задние колеса куда мне кидать прицеп сосед говорит положи как на горд корове куда на горд корове положу на крышу нет седла понимаете вот она сейчас знаете что я сделаю я наверно сейчас пойду еще больше компромата соберу на него чтобы он знал что делать сейчас пойдем посмотрим что у него там есть так идем вот тоже видно чей-то френдлайнер стоит тоже смотрите тоже такая как у меня система у нее когда дикат почерк одинаково у всех видит уже двери сняты как человек уехать я не знаю купил его наверное вообще два дня тому назад получается с гарантией были так мне жаба честно гора души не знаю как у них дела хорошие идут то смотрю раму приготовил что-то наверное вон там будет строить отдельно малярку моторку он приготовил уже рамы скорее всего расширяется вообще я не знаю как мы с этим жить парни давать что-то делать чтобы него дела были плохие я не знаю надо ему испортить все сейчас мы пойдем побегу наверно мечтажей толкает я не знаю зависть меня мучает парни пожалуйста выкладывайте любые видео какие-нибудь неважно его машина не его машина брали не брали вы просто любого берете френдлайнера или американцы любого находите на стоянке и снимаете говорит что-то сергея машина если договорился что все нормально и все типа вот он мне продал вот так вот она делать его по-другому вообще не знаю как его остановить но дело очень хорошо идут я просто в шоке сейчас пойдем на территорию слухи ходишь на него очень много заказанных машин ценник задрал космос вообще короче люди поняли на меня любую любое видео любое берете френдлайнер на ходе любитого на стоянке и просто говорите кидайте каналу проституткам где все можно и все он будет по любому выкладывать это будет не ваши проблемы то есть вы просто с ней отправили вас волжи никто вас волжи никто не обвинит потому что вас никто не знает как и меня в принципе за это по проститутку которая выкладывает он будет нести за это все ответственность так что друзья мои давайте давайте основе эту машину которую запустил этот сергей сергей так френдлайнера смотрим на территорию не входить ну войдем я быстро так вот смотрите я просто в шоке блин так это заказана машина тоже раз офигеть я просто в шоке блин сколько тут машин у него и все заказали блин коламбия с тренажкой которая походу вот она скоро зайдет в ангар тоже заказана скоро пойдет работа над ней вот френдлайнер центури заказаны я просто в шоке так вот центури заказаны я не знаю блин парни давайте сюда делать а запарил уже я в шоке сколько у него работы вот коламбия заказано стоит тоже все на этой неделе даже заехать в ангар на работу потому что там четыре машины вроде как отдают я слышал и остальные пять машин будет загонять так еще оранжевый френдлайнер там тоже есть тоже все на этой неделе 5 6 машин загонять вот оранжевый френдлайнер стоит тоже заказан машину него здесь очень много вообще это только здесь еще в ангаре там сколько парни я не знаю я в шоке пожалуйста выкладывайте любые видео компромат не компромат без разницы лишь бы испортить ему работу это очень тяжело это видеть поверьте ты живешь я живу как неудачник ничего не получается ничего а он нашелся тут не делал его там хорошо идут это на этой колонка которую третью машину покупают на магадан наверно это она так почему люди третью машину берут интересно две взяли и в третью не пойму я ну ладно фиг его знать вот он уже френдлайнер везде америка сейчас в ангаре зайду посмотрю сейчас я в ангаре найду компромат на него по любому сейчас мы выложим парни и все будут знать его работу я сюда мне все машины снял потому что очень очень быстро зашел так парня еще раз прошел любое видео любое еще раз повторяюсь неважно брали не брали машину у него 20 лет назад взяли вашего него без разницы берите уже хоть снимайте камазу и скучно камаза купил у сергея когда он ими не занимается все подряд снимаете отправляйте каналу проститутки он все выложит потому что с вас просто не будет вас никто не знает договоренности никто сергеем ничего не знает вы просто берете выкладываете все проститутка все выложит и все отвечать быту на все вопросы друзья мои так что так сейчас зайду авангард посмотрим что там делают они сейчас я покажу что народом работников нету вот и гоняет этот сергей сергей нашелся тут мне герой сейчас мы все сделаем у него никого не будет здесь вообще в шоке блин одни американцы здесь где он столько берет вот смотрите его место работы вот огромный еще как пристраивать там хочу малярку на только отдельно уже раму приготовил говорит сейчас марта место счет форму стройку вот там говорит у купил земли будет вообще там стоянка для готовых машин отдельно развивается так все машины его работников но ничего сейчас мы зайдем узнаем что внутри в ангаре творится парни вот так вот вот мой горе фризайнер смотрите полтора неделя закуплены повторюсь вообще главное почему на корову смотрели дорогах не сделали когда делали коровка была молодая без врагов вот так вот люди еще раз повторюсь кто занимается скотиной скотоводы именно они очень сильны в американцах слушайте их это просто парни они очень умны безумно к американцам близки повторюсь корова это тот же самый френд лайнер наши друзья слушайте их канал проститутка ждет это видео и все будет нормально посмотрите что будет дальше сейчас мы испортим свою работу сейчас они вангар посмотрите он там делать сейчас проверим его сейчас пойду я покажу ладно пойду я там еще один стоит сейчас мы сниму что там у меня находится внутри старом ангаре тоже тысячу квадратов большой сейчас мы все вскроем все расскажем вообще оборзел так что там у меня творится неужели высок америки я не знаю как так можно вот кабины здесь стоят на разбор здесь огромный вообще кабин море машин море разобраны смотрите вообще сейчас мы найдем здесь все покажем людям блин здесь тоже американцы ё-моё я просто в шоке там американцы здесь американцы вольво какая-то стоит должна готова я в шоке я не знаю что делать зеркала такие красивые вообще я в шоке блин вот фред стоит зелененький тоже одни американцы везде вокруг что делать я не знаю парни давайте что-то думаю это не дело давайте его испортим работу вот стоит какой-то я в шоке смотрите смотрите даже ангар сделан из рам весь ангар после сколько машин здесь разобранных весь ангар сделан из рам представьте себе все стойки вон видите боковые тоже все из рам все из рам сделано я просто в шоке блин так сейчас мы покажем еще всю под ногу что-то делает цельные бампера новые смотрю тоже я мы какие-то резины блин тут резины море новой вообще сколько здесь резины вложил денег смотрите новых колес все колеса новые на дисках пластика блин вообще нового здесь кстати говорят у него знаете что у него еще есть огромный склад новых запчастей именно такой вот мотор не мотор но там ключи то есть он только он туда заходит и поэтому я туда не могу зайти это невозможно у него отдельно склад большой но запчастей вот так вот парни смотрите вот она волевая красавица блин стоит жалко конечно ё-моё испортить сергею работу давайте думать это клад планы какие придумывать это не дело поймите так нельзя просто нельзя везде американца вот это конечно смотрите все из рам все там все разобранные рамы тоже видно под ангар тут готовит я так понимаю такой знаете небольшой склад использует как разборная вообще смотрите одни американцы блин вообще в шоке как делать я не за смотрите вот куча американцев то вообще разобранный кабин там просто давайте думать я зайду я в ангар день ремонтирует я вам все покажу там все чтобы испортить ему всю его работу наверняка того же сидит на на песке там собирает моторы сейчас пол наверное там земля так что вот так сейчас я все покажу сейчас я зайду туда и мы все посмотрим и так парни смотрите сейчас сейчас мы зайдем посмотрим как они тут работают что они тут делают так видишь говорю тут работников нет никого нету нету тут вообще парки гоняет этот сергей сергей типа тут работники люди никого нету вообще просто так что тут делает тут что-то ходовку перебирает что-то тут что-то не делать не пойму так это чем с какая машина кстати петербилд это кенвард мотор какой-то собрали на губы намазала наверно просто взял на трассе в бесконку и все посмотрим что тут делать так ну ладно если может быть у него капиталь а то ролик посмотрим капитале на новый или нет а так на губы по намазал здесь этот сергей сейчас мы посмотрим так что я хотел еще посмотреть кстати я не работает тут на везде песок а ну-ка да нет основание здесь бетон везде бетон я думаю песке моторы собираем здесь бетон везде так не пойму за что зацепиться блин чтобы снять такое показать вот кенвард что-то делают непонятно что так вот их рабочие места сейчас я все покажу все все покажу что это делать так пресс какой-то статон одни американцы парни вообще везде америка здесь я не знаю везде одна америка тут volvo 1 делается для души тоже смотрите везде одни американцы так чтобы еще снять такого я не знаю провокационного тут какой-то на листовка какая-то то есть февраля петербилд новороссийство свой свой второй фред колумбия с тренажкой 5 0 3 офигеть у него здесь фред на воздухе до 30 марта срок фред колумбия 4 года это на ставрополь туда ставрополе вообще оранжевый фред под перегруз срок до 10 апреля до апреля все расписанное в шоке просто volvo готова черный фред уже отдали по ходу интер без носа и переверка мотора и все тоже готов так volvo для души до конца марта но она уже полнохода по ходу работать страна есть замена катана битурба до конца февраля представьте сколько машин заказанных можете представить смотрите я в шоке просто это я не знаю офигеть а кто будет это сделать людей то нет нифига ангар пустой вообще смотрите пустота вообще ни одного человека смотрите говорят типа сергей тут типа люди работают у работы где никого нет а ну-ка офигеть сейчас поищем может вас все таки есть так а ну чё тут налепили хоть посмотреть колодки наклепали что-то по перебрали коробку снимали поставили мотор на этом капитале ли на кенварде так тут что у нас в какая-то комнатка это не все один на больничном еще на двое лёхи нету двое на больнице нифига себе а где сергей сейчас приедет нифига и людей тоже столько вообще не знаю я в шоке нифига себе ладно пошел я на улице надо бежать отсюда пока сергей не приехал вот двигатель конечно красавец все парни пошел я так кто-то пришел там с камеры ходит снимает что-то у нас так а ну-ка интересно чё говорит меня искал ну скажи ему я скоро буду сейчас я подъезжаю же к работе пускай стоит ждет если не убедит не знаю посмотрим все хорошо как буду так Продолжение следует... 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 Они купили эти машины с рук На кредитные деньги Потом получается Проходит время В отзывах Видят машину которую хотели они брать Получается Которую машину они хотели брать В отзывах По-моему во второй части Там была оранжевая коламбия Лимонная коламбия Получается И он мне звонит Говорит Типа Сергей Ты знаешь Ну начинает мне звонить Рассказывает Сергей ты знаешь Получается А он кстати увидел отзывы Где клиент оставил хороший отзыв Что был доволен Что машина работает И этот человек который хотел купить Расстроился Сказал мне Сергей Ты знаешь что Я хотел купить эту машину Но я не купил Купил у другого Поехал первый рейс Начало машину сыпаться И у меня нет средств Он говорит мне Нет средств И ремонтирует Так как кредитные деньги Говорит У меня две дочки Не знаю что делать Говорит честно Ну просто он говорит Вот так Он говорит это тварьё Люди без морали Без принципа Для которых ничего святого нет Не знают Где отец Где мать Сестра Дочь Брат Их люди слушают Такие как я Он мне рассказывает Такие как я Люди его слушают Он говорит Ну я ему говорю Дружище Ну такие люди тоже бывают Говорит Я честно Я не понимаю Как с этим людьми живут Девушки Женщины Женщины Уважаемые Мне вас очень жаль Девушки Как вы с такими людьми С мужиками в кавычках Живёте Жена должна быть За мужем Как за скалой А тут какие-то Мужья Твари Честно Не знаю Лживые Втихаря комментарии Как-то пишут Теряются Снимают Как тряпки Реально Мне стыдно За мужиков Где мужики Нормальные Я вообще не могу понять Женщины Мне вас искренне жаль Честно Реально Как вы с такими людьми живёте Ну а что делать людям Которые завидуют тебе Жаба-то душит их А так хоть полегчает Немножко Давай я тебе скажу Хетя Такую вещь Чтоб ты понял Вот эти ваши видосики Вот эти Лживые Которые вы выкладываете Они вообще То есть Не могут испортить мою работу Никаким образом Мне эти видосики Честно Вообще по барабану Я вам так объясню Чтоб ты понял меня Потому что умные Грамотные люди Все всё видят Так как я весь ремонт Показываю Всё показываю Я вот такие видосики Которые вот эти всякие Лживые Я их давно переживал Уже выплюнул Любой кто начнёт писать Негатив Не выслужав другую сторону Повторюсь Он подонок Я говорю как есть А на подонков Обращать внимание Это опускаться на их уровень Это не по нашему То есть на каждого подонка Их море Поймите То есть одного заткнул Другой вылез Одного заткнул Другой вылез Поймите То есть вот так Я на это обращать не буду Критика если будет Без проблем Критику приму То есть я люблю всегда Совершенствоваться Вы сами видите Наш прогресс Во всё А насчёт людей То есть А людей Договоренности совсем разные Бывают с ремонтом Без ремонтом То есть Со всеми договоренности разные У кого сколько денег хватает Вот так вот Так что высложили на другую сторону Потом принимать решение И вообще я скажу Чтобы знал ты Хетя Мы продаём машины С гарантией Сами всё перебираем Попасть Купив у нас машину То есть встрять Да на деньги Это физически невозможно Так как гарантия И нет человек На этом свете Чтобы я терялся Не брал телефон Вот я здесь Если к примеру Я дам пример К примеру Получается Говорят плохой про меня Вот Типа купил машину Устрял Задумайся Почему Он не приехал ко мне И даже не позвонил мне Не предъявил Подумай Задумайся Почему А как баба ноет Стоит там В камеру Я считаю Знаешь как должно быть Должно быть так Приди ко мне Как мужик Скажи Сергей Я за машину Деньги отдал Я отвечу Да Конечно отдал Договорю сделать С гарантией Я скажу Да Договорю сделать С гарантией Он должен сказать Вот тебе машина Ключи Делай И этот человек Будет прав Поймите И я конечно же Без проблем Все сделаю Так как В принципе Я человек слова Я дарусь Своей репутацией Очень Это даже Можно в принципе Видеть в отзывах Которые Я выкладываю А их уже 40 штук Выложено Еще 10 Скоро будут Ты сомневаешься В этом Что будут еще 10 отзывов Скоро Нет А кто На твою лошадь Через канал Проститутки Будут прислушиваться Кто грошит Тому человеку Цена С такими людьми Даже западло Разговаривать Вот честно Да вообще Вот к примеру Ты хейтер К примеру Стоишь на стоянке Ну любой человек Стоит на стоянке И опять начинает Как баба Начинает ныть Вроде Ну вроде все нормально А вот машина Вот на канале Начинает ныть Начинает ныть Знаешь что надо делать Берешь просто монтировку И гонишь его ко мне Говоришь Что ты ноешь Езжай к Сергею Договорился Пускай делает Если ты его Допустим Так к примеру Монтировка Бьешь его А он сопротивляет Да там как бы Ну не хочет ехать Задумайся Почему А может он мне все вжет Может не было со мной Такой договоренности Что я должен С гарантией Именно сделать Да то есть Может у меня не было денег Может он когда брал Там не знаю Мотор или еще что то Там машину Он думал повезет Поймите И надо возьмет машину Не надо ничего делать Такого не бывает Тоже еще Так что такой вот момент Сергей Ну я тебя вот слушаю Ты конечно говоришь красиво Но все равно Люди то нам верят С каналом Броститутка Послушай Ну умный Никогда не прислушается Потому что Я все показываю Все рассказываю И мне даже Честно говоря Так работать Легче Намного Мне даже клиенты Звонят Вот представь Клиенты мне звонят Они говорят Сергей Что ты на машине Сделал Не сделал Даже вопросов нет Я все это убираю Они так все видят Чем люди кого то Слушать Всяких скотоводов Кто скотиной занимается Наркоманов Нацистов Всяких им Таких подобных Да там непонятных Хейтеров непонятных Да этих людей Которые непонятны Чем занимаются Им лучше просто Посмотреть мои видео И все понятно будет Все А кого то не устраивает Наша работа Наше понимание Американцев Да как то есть Мы работаем Пожалуйста Парни мимо Я никого не держу То есть никого не уговариваю Заказов Море Поверь И умных Намного больше Я тебе скажу Одну вещь Что вообще Тебя не знаю Может быть плохо станет За год С хвостиком Скоро будет ролик Сделано Около Пятидесяти машин Тридцать пять моторов Сделанных Поверь Если бы плохо делали бы Или гарантии не исполняли бы Весь мир бы об этом ждал давно Ты понял мою мысль Эти каналы проститутки Кстати я тебе скажу Удаляют комменты Чтобы другие видели Только плохие отзывы Блокируют аккаунты Кто не согласен с их мнением Выражают свою точку зрения И смотри В какой момент К примеру Заходишь на канал А все плохие отзывы К примеру идут Потому что он себя удалил Понимаешь Все нормальные Здраво мыслящие отзывы Он удалил Правильно? Да Знаешь Вот мне пример Один момент Такой интересует Неужели Вот люди Настолько Не знаю Глупые Что вот Верят Вот к примеру Если человек С канала проститутки К примеру Я просто хочу пример назвать Рассказывают историю Что якобы Вот к примеру Купил он у меня машину Допустим Проехали там Год, два, три Не важно А потом к примеру Вот раз История такая Да Образно говоря Просто интересно Они поверят в это или нет Приехали К примеру Взяли машину Проехали год, два, три Потом захотели Слить Жидкость охлаждающую В расширительном бачке Говорит этот Что типа антифриз А в блоке вода Уже спустя там Два, три года езды Там Вот это видят И начинают как бы критиковать Да, у кого купили машину Вот у меня к примеру Образно говоря Вот в это люди поверят? Да, конечно А теперь послушай меня Дружище Эти люди Либо идиоты Либо безумно далеки от машин Объясните почему Как в такое Можно верить Эти люди вообще Ну Далеки от машин Как морская свинка От моря Честно Я объясню для людей Как работают Для людей Как работают Двигателя На охлаждение Которые Охлаждение у них идет На охлаживательности Моторы Как моторы охлаждаются Они моторы охлаждаются Расскажу За счет Циркуляции В двигателе Да, то есть Идет циркуляция Есть на машине Помпа Которая циркулирует Охлаждающую жидкость То есть К примеру Теоретически Взять Перекрыть Расширительный бачок Все Там Там получается Три шланга Один идет на помпу Прямо И две обратки Одна с радиатором Одна с термостатом Если К примеру Взять Чопиками Забить Эти все Три Шланга Забить бы Чопики В лоб Этим людям Которые Говорят Такие Дебильные Вещи Может Поумнеют Потому что Говорят Такой бред Тут циркуляции Не будет То есть Грубо говоря Мы забили Чопики В рашительный бачок Да Все шланги Закрыли То что Произойдет Произойдет Циркуляции Не будет Антифриз Будет Грубо говоря Как он Упираться в стенку Да То есть Не будет циркуляции Машина будет Греться Моментально Буквально Это будет Эффект того Что типа Крыльчатка Сломалась на помпе То есть Ну как в ведре Грубо говоря Стоит Антифриз И циркуляции Не будет И Он нагреется То есть Ну моментально Через километров Не знаю Два-три километра Пойти он будет Кипеть Эта машина То есть Это нереально И поэтому Такого Не может быть Или даже Хотя просто Смотрите То есть Если машина работала У нас была циркуляция А раз там циркуляция была Получается Этого Ну Никак не может быть Оно смешается За 2-3 минуты Обратка Потому что течет Как с крана Просто вот Берешь Из речной бачка Шланг Вытаскиваешь Он течет Как с крана Циркуляция идет То есть Постоянная И если люди верят В эту вещь Это бред Просто Мне нечего сказать Понимаете Вот так вот Так что вот так вот Это же и мысли Не допустим Чего-то Видео У себя на канале На моем Прекрасном канале Которые открыты Для всех И ремонты открыты И люди уже Которые берут И люди Которые присутствуют При ремонте И какие запчасти Ставим И что делаем То есть Все подробно показываю И этот буду канал Засолять Каким-то Провокационным видео Правда Неправда Это просто Я не знаю Я Это не могу В голове Семь положить Поймите То есть Я считаю Это просто Ну не мое дело Вот так Как минимум Да То есть А идти Это ради Каких-то просмотров Это вообще Это Я не знаю Ради денег Каких-то Какого-то выгоды Не знаю Или ради того Чтобы кому-то Насолить Это просто Сверх маразм Я не знаю Это просто Я не хочу Просто на камеру Говорить такие вещи Но Это просто сверх Я не знаю Это надо быть Полным ничтожеством Чтобы так поступить Вот так я скажу Так что Это Ну просто Я в моей голове Не могу это положить Так что Видите Вот такие вот дела Выкладывайте На канал Проститутки Куда всем можно Это ваше дело Ваша жизнь Но знайте Что вы Этим Добра нет Никакого Это зло Почему Поместим Потому что Вы людей Допустим Наталкиваете На что Чтобы они Пошли Купили К примеру Машину С рук Чтобы они Купили С рук Через 2 километра Мотор стуканул И они сказали Ему До свидания Как мне Люди звонят Очень много Звонят Безумно Парни Реально Кто покупает С рук Машины Я только купил Кто-то 3000 Кто-то 5000 Кто-то Там 8000 Даже видели Ролики Что Оранжевый У меня есть На канале Который Мотор Капитал Две машины Парень Купил Обои Обе Машины Оранжевые Сделали И красный Тоже Много раз Тоже Пригонял Ко мне Мы ему Тоже Там Делали Так что Суть не в этом Факт В том Что Говорю Что Вы Подталкиваете Людей На что Вопрос Хейта Слушай Меня Сколько раз Я тебе Говорил Не Отворачивайся Блин Я не люблю Эти вещи Ты знаешь Ну Я никого Не бил Конечно Так что Не бойся Глаза у тебя Какие-то Испуганные Но Суть не в этом Вы На что Подталкиваете Людей Смотрите Вы Подталкиваете Людей На То Чтоб Они взяли С руки И попали Вы на это Подталкиваете Процент Того Что Возьмете Машину С рук И она Будет Работать Очень мало Безумно Мало Судя По Звонкам Которые У меня Есть Это Очень Мало То есть Процент Мало Возьмете У нас Машину Я не буду Что мы Идеальны Но Факт Что мы Находимся Вот Здесь Во первых Во вторых Процент Поломок Я вам Говорю Честно По гарантии Поверьте Мне Если бы Машина Ломалась Мы бы Ее делали Правильно Говорю Человек А мне Приехал Гарантия Договоренно Все Без Проблем Но Они Мало Обращаются Почему В корне Сделано Хорошо В корне Желе запчасти Сомневаешься Мы бывают Запчасти Сомневаемся Оставить Или поменять Не будем Сомневаться Будем Менять Поймите Поэтому В корне Делаешь Хорошо Машину Первый Рейс Машина Как практика Как правило Показывает Первый Рейс Два Машина Показывает Если Первый Рейс Все Машина Поехала Работать Но Еще раз Вы сами По отзывам Видите Что По гарантии Обращаются Мелочок Я не знаю И то Очень мало Очень мало Брошит под гарантией Потому что Машина Практически Не ломается Грубо Таких Полмелочок Там Лампочка Там Где так Если Там Что-то Это Есть Это Старая Машина Но Грубо Чтобы Мотор Мы Переделали Не Было Такого Коробку Переделали Не Было Редуктора Переделали Не Было В моей Практике Такого Навесное Бывает Компрессор Перебрали Было Такое Спустя Там Пять Месяцев Работ Машина Ну В общем Гарантию Человек Успел Даже Мы Дело Наверное Тоже И То Что Мы Не Должны Делать Понимаете Идем Навстречу Людям Так что Вот так Вот Хетя Слушая Меня Это Сколько Раз Говорил Вот Так Мы Работаем Так что Добра От вас Нет Только Зло Вы Поталкиваете Людей На Зло Чтобы Они Взяли Так что Вот так Вы Должны Это Знать Что Это Очень Подло Вы Конечно Там Сидите Напечатали Там Бредятину Сказали Там В комментариях Там Что-то Сделали А Другой Прослушатель Купил Попал Сидит У него Голодная Например Ну Нет У Человека Денег У меня Есть Такие Которые Купил На Кредит Деньги Пошел Сломался Что Делать Сергей А Что Сделаешь Дай Так что Запомни У меня Машин Вот Заказывают Я Без Работы Уже Как Не знаю Сколько лет Я не Сижу В прошлом Году Сделали Под 50 Машин Это Честно Наверное Максимум На тот Момент В прошлом Году Что Я мог Сделать За год Месяц 3-4 Машины Я делаю Максимум В этом Году Запомните В этом Году Мы Увеличим В этом Году Просто Поток Людей Просто Я не Знаю Очень Много В этом Году Мы Добавим Штат Нормальный У меня Все В принципе Сейчас Вообще Штат У меня Практически Идеальный У меня Ходовики Там Сразу Загнали Ходовики Несколько Человек Каждый По машине Раздал Все Все Делают Мотору У меня Пацан Ко мне Тоже Раньше Работал Вернулся Сейчас Мотор Он Любит Мотору Очень Мотору Мы Разбирает Прихожу Собираю У меня Налажены Малеры Отдельно Все Отдельно У меня Сейчас Все Наладилось Просто Сейчас Пока Увеличим Честно В этом Году Продажи Еще Год Мы Сделаем Отсчет Посмотрим Сколько Машин Мы Сделаем За 2022 Год Так Что Не Болейте Самое Главное Хетя Слушай Меня Не Опускай Голову Подумай Над Моими Словами Вот Они Здесь Запомни Мои Слова Вот Он Подумайте О других Детях Твои Дети Сыты Отчуждите Могут За твоих Беспонтовых Печатаний Могут Стать Хуже Так Что Вот Так